Слава Богам светлым нашим, слава предкам мудрым нашим. Доброго здравия, уважаемые радиослушатели, радиозрители Народного Славянского Радио. Я Рират, сегодня хотел обсудить вопрос мужской бездетности. Ситуация эта складывается, как и прочие недуги в организме человека, из-за нарушения кровоснабжения. А именно из-за нарушения венозного оттока из области таза. Венозный отток из области таза в большей степени осуществляется по подвздошным венам. Эти подвздошные вены проходят под нижними отделами кишечника. В основном под нижними отделами толстого кишечника, которые опускаясь вниз, смещаясь вниз, отекая или воспаляясь, поддавливают эти вены. Дело в том, что у подвздошных вен, да и впрочем у любых других вен, у них мышечная структура, мышечный каркас, который бы защищал их от сдавливания, практически отсутствует. И поэтому любое отягощение, которое накладывается на них свыше, сверху, оно поддавливает, уменьшает просвет, либо вовсе затрудняет отток венозной крови. Вследствие этого нарушается движение венозной крови в сосудах яичек, нарушается движение венозной крови в сосудах, кровоснабжающих простату. И область малого таза, капиллярные ее сосуды наполняются депонированной, то есть застойной венозной кровью, которая богата углекислотой, продуктами клеточного обмена, продуктами распада, трупными ядами. И в этой области образуется застойная среда, вследствие чего там происходят различные ухудшения дисфункционального состояния. И для того, чтобы исправить это, необходимо улучшить отток венозной крови из области таза. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, при помощи правки живота, при помощи правки живота мы снимаем отечность, снимаем воспаление. С области малого таза. Улучшаем отток венозной крови, вследствие чего в эту область приходит больше артериальной крови и среда этой области улучшается. Помимо этого, очень эффективно применять пьярки. Пьярки здесь целесообразно ставить на область низа живота подвздошных костей, на область паха, на область промежности, на анус вокруг сфинктера ставить. И тем самым, опять же, улучшает движение крови. И когда мы восстановим нормальное кровоснабжение в области малого таза, то есть при помощи массажа низа живота, при помощи пиявок, при помощи промывания кишечника, которая снимает лишнее отягощение с нижних отделов толстого кишечника, при помощи приема слабительных для того, чтобы очистить еще и тонкий кишечник, который зачастую является основным фактором, толкающим органы вниз, когда пища по тем или иным причинам залеживается, отягощает верхний отдел тонкого кишечника и поперечно-ободочную кишку. Это все давит вниз, сдавливает все, что есть ниже пупка, в том числе и область малого таза, простату, поддавливает сосуды венозные, которые кровоснабжают яички. И вследствие этого человек испытывает проблемы уже и со спермообразованием, со сперматодинезом, и с эрекцией, получается, эрективной дисфункцией, ну и соответственно уже и с зачатием ребенка. Поэтому для того, чтобы человек, мужчина, мог хорошо зачать ребенка, необходимо, если уже подытоживать информацию, которую я в этом ролике говорил, делать массаж живота, вправку живота, промывать кишечник, ставить пиявки. Пиявки можно чередовать через день с постановкой пчел, ну тогда это еще более усилит эффект. Вот, ну и следить, конечно, за образом питания, то есть не переедать, потому что переедаем, мы отягощаем кишечник, опять же поддавливаем нижнюю часть живота. Вот, поэтому следите за всеми этими моментами, пробуйте, делайте. Сюда же можно добавить еще и травки для улучшения качества крови, для разжижения ее, допустим, донник желтый, для улучшения микроциркуляции. Сюда можно добавить противовоспалительные травки для снятия воспалительных процессов, процессов с нижних отделов кишечника. Сюда можно добавить употребление синего йода, его пищевой формы, для того, чтобы, опять же, снимать воспаление с нижних отделов толстого кишечника. Для того, чтобы лучше промыть толстый кишечник, можно в качестве промывания делать промывание кишечника содовым раствором. Это значительно лучше простого солевого промывания. Убирает слизи с кишечника, убирает каловые камни и тому подобное. Применяйте, выздоравливайте. С вами был Рират, Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. Ты должен первым делом себя изменить.